Анатолий Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о ситуации с аварийностью на дорогах округа. Значит, это состояние на сегодняшний день. На дорогах Ленинского городского округа было 55 ДТП с пострадавшими. В прошлом году было 59. Но у нас отмечается рост погибших. Это было в этом году 7, в прошлом году 4. То есть, получается, статистика не очень удовлетворительная. При общем снижении количества ДТП погибших все равно больше. Ранено 58 человек. И, соответственно, 20 ДТП у нас произошло с пешеходами. То есть, повышается вообще в этот период аварийность, действительно, да? В осенне-зимний период, когда темнеет рано, для водителей тяжело видеть пешеходов. Да, сейчас наступает такой период времени, когда светлеет у нас поздно, темнеет рано. Анатолий Васильевич, есть информация, что 5 детей пострадало во время прогулок во дворах. Да, все верно. За период, который прошел у нас в этом году, 5 детей пострадало. Ну, то есть, это техника, обрана говоря, безопасности при игре в дворовых территориях. Когда родители, ну, здесь больше на них, конечно, ответственность вложится. Это все-таки несовершеннолетние дети, маленькие, которые в процессе игры просто немного забывают. И их надо немного проконтролировать, чтобы они во время игры не выбегали на проезжую часть. Какие профилактические рейды проводят сотрудники госавтоинспекции? У нас, значит, профилактические рейды – это пешеход, пешеходный переход, плюс ряд социальных раундов, которые мы проводим с общественниками и при участии, так сказать, детского поколения, юида. Все остальное – это мы проводим «Зебру», «Пропусти пешехода». И также, вот сейчас проходит социальный раунд «Засветись». Здесь мы напоминаем водителям, что нужно уступать дорогу пешеходам, вне зависимости от того, на пешеходном переходе, регулируемым, ненарегулируемым пешеходом. И плюс, конечно же, правила дорожного движения, которые должны соблюдать пешеходы, как взрослые поколения, так и младшие. Социальный раунд у нас проходит с 23 октября по 26 ноября. Здесь основная направленность, кстати, на популяризацию использования световозвращателей, что детей, что взрослых. Тут, допустим, есть просто брелки, которые можно носить на аксессуарах, рюкзаках, сумках, как брелок. И также есть наклеечки, которым детям можно приклеивать… На одежду. На одежду, также рюкзаки. Это все делается для того, чтобы, как уже ранее было отмечено, темный период времени передвигаются по улицам. Да, в основном-то темная одежда. Темная одежда, что паспортная погода, то есть, грубо говоря, водители также снижают свое внимание на дорогах из-за дождя, из-за темноты. Мы живем с вами в подмосковном регионе, где все-таки есть дороги, которые вне населенного пункта, и там уже совершенно другие правила для пешеходов действуют. Там в обязательном порядке люди должны использовать световозвращатели, чтобы водители их видели издалека и уже сконцентрированы, и с безопасностью передвигались как на расстоянии от пешехода, так и пешеход на встречу водителям нужно идти, соответственно, друг друга видеть. Анатолий Васильевич, спасибо большое за информацию. А я напоминаю, что у нас в гостях был начальник госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу, подполковник полиции Анатолий Балантин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова